Ученые назвали происхождение строителей Стаунхенджа. Камни монумента были привезены из западного Уэльса. Ученые решили выяснить, является ли он родиной самих строителей. Группа ученых Брюссельского свободного университета в Бельгии изучила останки людей, которые были захоронены в Лонкохабре. Эти ямы являются частью Стаунхенджа. В итоге выяснилось, что некоторые захороненные там люди проживали в другой части Британских островов, а их останки были позднее привезены для погребения в Кромлях. Об этом пишет Nature. Специалисты пришли к выводу, что часть похороненных людей была родом из западного Уэльса, откуда были привезены камни для монумента. Известно, что Стаунхендж, построенный 4-5 тысяч лет назад, являлся одним из крупнейших неолитических кладбищ в Британии. Обнаружены были в нем останки, по меньшей мере, 83 человек. Ученые исследовали останки 25 захороненных там людей. Установить происхождение оказалось возможным благодаря измерению соотношения изотопов Стронция в кремированных останках. Это позволяет установить рацион человека в последние годы жизни. В итоге выяснилось, что 15 человек были местными жителями, в то время, как 10 других прибыли с западной части острова, предположительно, с западного Уэльса. Также выяснилось, что некоторые люди, вероятно, были кремированы в западном Уэльсе, после чего их останки были перевезены для погребения. Ранее сообщалось, что в Ирландии при помощи дрона удалось обнаружить новые Стаунхендж. Также сообщалось, что специалисты установили происхождение гигантских каменных глыб Стаунхенджа. Новости от Корреспондентнет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и и чтите пиастими Корреспондентнет. По материалам сайта Ньюзгроком. Продолжение следует...